Какая небольшая причина, но именно знание поможет выйти в любой ситуации, я вам пример сказал. И вот как я приехал сюда, так в этой профессии я работаю. Я всего лишь поменял три места, и не из-за такой проблемы, что меня там уволили и сократили. Первая компания, в которой я работал, хозяин в четвертом поколении, бизнес был в четвертом поколении, он своей женой развелся, он поехал открывать бизнес в Вьетнам, и у меня там что-то не получилось, и компания развалилась у них. Потом, значит, я взял именно работу, где есть такая компания в Вангуре, Холленд, они обслуживали только и друг другу, а потом они тоже этот департмент, когда стала более компетентализация, они этот департмент убрали, и вот компания сейчас, в которой я работаю, PMC. Зарплата обычно, кто и хорошо может справляться с работой, ну вот, например, вы можете, любой можете сказать так, хорошо, а что я, я же могу в Калыче пойти поучиться, в Американском. Значит, вот на моей практике я видел четыре человека, которые закончили Калыч, американский, так, и вот устраиваются на работу, у него корочки есть, его посылают на работу. Вот он когда приезжает на работу, если он один-два раза не справился с работой, то есть не нашел причину. Вот в листрам приехал, а там уже надо процесс какой-то делать, и если ты не можешь сразу отремонтировать, это, во-первых, рейтинг компании падает, и тебя потом больше не будут присылать. Будут посылать там, ремни менять, фильтра менять на дешевую работу, а на серьезную работу не будут посылать, потому что надо, чтобы ты поехал и сделал, и чтобы после тебя уже больше никто не видел. Пусть эта работа будет дорогая, какая бы ни была, но надо точно определить причину. Вот когда человека готовят на операцию, да, если, например, неправильный диагноз сделать, это беда, правда? Очень важно правильный диагноз поставить, а чтобы его поставить, нужно знать, как находить, откуда надо заходить, куда надо выходить, об этом мы все будем с вами изучать, и у нас будет раз в месяц у вас будет практически занятие. Тогда, когда мы поделим класс на группы, и каждая группа будет приходить, и делать оборудованные занятия, будут измерять давление, будут измерять, когда она работает, когда не работает, компенсация какая-то, нарушая температура, чтобы вы примерно понимали, как это все делать. И на протяжении двух лет, я думаю, что мы справимся, я учил это шесть лет, что мы не будем учить, мы сами не будем учить начертательную геометрию, высшую математику не будем учить, я думаю, что вы это все знаете. Забыли. Сопределение материалов. Забыли уже все. А? Забыли уже все. Ну, значит, мы приложим усилия, чтобы вы вспомнили закон о термодинамике, потому что они для флеонов очень нужны. Разные флеоны есть, и вы для этого знаете. Вот то, что я вам хотел сказать, я думаю, что я вам все сказал. Значит, и если у вас, может быть, есть какие-то... А, значит, что еще хотел сказать. Вот в этой системе образования, которую мы начали с вами говорить, да, в начале, да, есть там дошкольное образование, там, ну, есть профессиональное, разное, есть еще духовное образование. И вот славяне, которые приехали вот в Америку, в основном это христиане, да. И они имеют свое образование, я в этом образовании тоже работаю. Мы имеем, что воскресные школы, мы имеем, субботние школы, мы имеем, мы имеем подростковые школы, библейские колледжи имеем. И сейчас даже есть уже университет, славянский университет, который учит на бакалавров, на магистров, ну, на докторов еще пока не учит, потому что нету права на это. И, значит, мы имели встречу с преподавателями этого библейского института, и на примере американских институтов, вот, например, значит, я учусь в Джордж Фарксоне Университете, хотя этот год я взял себе, значит, отпуск, потому что, ну, тяжело учиться, значит, там есть такая возможность. Вот у них, вот Джордж Фарксоне Университет есть, они учат, у них теологическое образование, теологический институт и семинары, но в то же время они выпускают врачей, они выпускают тренеров, они выпускают лояров, учителей, то есть разная сфера есть. И очень-очень много разных специальностей. И мы сейчас в наших, вот, наших теологических, теологическом нашем образовании, мы открыли филиал или кафедру, значит, технического образования, чтобы давать людям профессию, которая востребована. Почему? Потому что, когда человек хорошую зарплату получает, он может больше уделять и другим, и он сам не живет от зарплаты до зарплаты. Знаете, когда хорошая зарплата есть, многие вещи снимаются с повестки дня, такие как дом купить или там привлечь что-нибудь, это есть возможность. Потому что за одно и то же самое время, за одно и то же самое время, можно зарабатывать разные деньги, а это зависит от того, сколько вы, какую вы специальность имеете, на что вы, на чему вы научены. Есть много профессий, которые лучше, чем эта профессия, я не спорю, есть много хороших профессий, но, если вы заинтересовались именно в этой профессии, она, значит, чем она отличается от работы электрики? Электрики вы обычно делаете все время одну и ту же работу. Провода, протянуть, хомраны, забить то, и все, ребята, это же, вы поменяли объект, опять та же самая работа. Работа холодильщика всегда разная. Во-первых, разных объектов. Вы едете с объекта на объект, вам платят. Плата и зарплаты. Я в компании работаю, мне позвонили, дали отрест, я сделал плиткин и все, уже зарплата мне пошла. Приехал, я установил причину, еду покупать запчасти, мне зарплата идет. Бензин мне платят, страховку платят, все, все платят. Почему? Потому что в моем автобусе ничего моего нет. Все фреоны, все инструменты, все митеры, все от компании. Только они меня держат из-за того, потому что я знаю, как сделать. А это надо иметь знания. Поэтому, если вас это интересует, значит, я начал вам говорить, что вот этот институт бремлейский, так, теологический, это мы открыли там кафедру, профессиональную техническую кафедру. Мы от кафедры вам выдадим сертификат, чтобы закончили. Но этот сертификат вам не дает право показать любому эмплойеру и сказать, я хочу у вас работать. Вы должны иметь власть, которая имеет холодильщик, и это власть, которая дает вам право работать с фреонами. Вот из всех таких профессий, одна из очень важнейших, это знать, как работать с фреонами. Потому что вы знаете, что фреоны, они, значит, разрушают environment, ну, окружающую сельду. И вот надо знать, каким фреоном как работать, нельзя их мешать, или с кем, с чем можно мешать. И мы вас подготовим, под конец учебок, вас подготовим, чтобы вы смогли сдать этот лисенс, это американская структура. Вы пойдете туда, мы назначим appointment, и вы будете сдавать там тесты. Сдали тест, и вам будет лисенс, который вам даст вам право работать. Это просто тесты без класса, да? Да, да, они друг другу не зависит. Но именно, чтобы тот тест сдать, нужно... Надо же. Сколько раз можно сдавать тест? По-моему, два раза. С первый раз, да? Ну, да. Не, по-моему, два раза можно сдавать. А, не, в смысле, тест... Державный тест. Державный тест? Да. Ну, я вам скажу, к тому времени, сколько раз. Ты меньше, если не сдал, сколько раз можно сдавать? Ну, да. Ну, я думаю, что... Я вас так подготовил, что с первого, с первого раза. Да, компьютерный тест. Вы садитесь в отдельное помещение, вам дают вопросы на компьютере, и вы отвечаете. Так вот, например, вы даёте. Сколько лестниц вам нужно где-то и работать? Там пайка? Ну, значит, вот мы работаем, у нас есть только один лестниц. Вот называется, значит, референцией лестницы. Даёт нам право покупать. Например, если вы хотите купить фреон, то вы должны иметь ластниц. Хотите купить компрессор, вы должны иметь ластниц. Даже если у вас нет бизнеса своего, он с вас просит ластниц. Я слышал, если вы везёте в своём автобусе уже вот этот аутсабьюн, или что с фреоном, вам уже надо, чтобы ластниц был. Да. На баллоне там написано, если, например, если человек работает с этим баллоном, и у него нету ластница, 25 тысяч долларов штраф, или там, опять-таки, или 8 лет тюрьмы. То есть это важный такой ластниц, который я научу вас его получить, это без проблем. У меня есть один человек, который я научил сдать ластниц. Но он постоянно где-то работает, всё эргизмой. Да как-то, 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 как-то. Но, ещё что, в американской системе нету, нету системы ученичества. Вот в Союзе было так, работает мастер, и предприятие оставят к нему ученика. А в Америке почему так не работает? Потому что, например, если хозяин говорит кому-то, научи ученика, это значит, что его скоро уволят. И американцы не учат. У нас есть несколько ребят, которые сейчас в нашей компании работают. Они закончили карту, что у них есть образование. Но они вот не могут справиться с работой, и их никто не учит. Все говорят, они говорят так, я заплатил, я заработал, чего я должен отдавать другому? Пусть идут учатся. А наши славяне пробуют, знаете, как метод нафтык, где-то ударило током, где-то так, как-то, пробуют это сделать. И вообще, эмигранты, это особые люди, знаете, если им хватило сил переехать с одной стороны в другую, то в таких ситуациях мы можем справиться. А условия в Америке прекрасны, запчастей полно. Компании, которые присылают запчастей, полно. Заказал и привезут. На этом ночью, ночью привезут. Как хочешь, можно. Но очень важно, вот на этом стыке, чтобы был человек, который знал, что на уровне, или как бы свои значения. А для этого, конечно, нужны знания. Какие у вас еще вопросы? У вас были ситуации, что они сделали? Ну, я не припомню, какие ситуации. У меня такие были интересные ситуации, что мне, я не знаю, как, когда мне подняли зарплату на, ну, я вам сейчас расскажу, у нас еще время есть, на 5 долларов мне подняли зарплату. Я был дежурный, вот я сегодня тоже дежурный. Раз в месяц мы бываем дежурный, у нас раз на онкал. Нам звонят, если где-то, что какая-то эмережная ситуация, а у них очень часто бывает. Холодильник остановился, и если он не будет работать больше, чем 2 часа, продукция спорится, ее надо всю выбросить. А бывают такие большие холодильники, что... Один раз меня вызвали ночью в 6 часов утра в гостиницу, где 15-этажная гостиница в нон-тауне. Ночью у них, значит, внизу у них ресторан, а exhaust fan, трехфазный мотор на 15 этаже вытяжка, и ночью мыли вот такую шахту. Вот сверху, она с нержавеем, где-то такого диаметра, аж до ресторана мыли шахту. И, значит, в утром, когда пришел повар, он включил этот вентилятор, и, значит, сгорел пакетник возле мотора.